Она так старается особенно не рисковать. Все наиболее сложные прыжковые элементы, как правило, распределяет в первой половине программы. Но посмотрим, что у неё сейчас получится. Она родилась в Сарбрюкене. Живёт и тренирует сейчас Франкенталя. Студентка. 19 лет. Очень хорошо исполненный тренирует. Сейчас мы увидели каскад из трёх прыжков. Двойной отель, двойной отелук, двойной отелук. Но всё равно у них, если я не путаю, у них базовая стоимость ниже, чем у одного тройного луца. Безусловно. Смотрите, как борются. Первый прыжок был не совсем удачный. Она практически, ну, не упала, но коснулась рукой на выезде. И всё равно она заставила себя сделать каскад. И второй прыжок был двойной отелук. Но деваться некуда было, потому что если было бы два тройных луца... Было бы наказание. Было бы наказание, да. Это, в общем-то, такая достаточно авантюрная история. Ставить два тройных луца. И после второго именно гарантированно нужно делать каскад. Смелая. Чисто и красиво, да. Очень чисто и очень верево. Когда мы говорим просто тройной, значит тупо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Или всё-таки есть к чему придраться? Я думаю, что есть к чему придраться. Если надо будет судим, то не обязательно придраться. Независимо от исполнения? Нет, но в данном случае был повод. Субтитры создавал DimaTorzok Один прыжковый элемент остался у неё. Субтитры создавал DimaTorzok И это должен быть тройной сальвов. Ах, ты! Зачем же? Зачем же? Всё было так хорошо исполнено в программе И совершенно не было необходимости падать. Но тем не менее она набирает сумму Даже с учётом этой ошибки Даже с учётом падения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok